Оперную диву Любовь Казарновскую в Черкесском дворце культуры прямо с порога встречали бурными аплодисментами. Впрочем, ей не привыкать. Любовь Юрьевна слышала их в свой адрес множество раз, покорив все главные оперные сцены, как на родине, так и по обе стороны океана. От английского королевского театра Ковенгарден до Метрополитен опера в Нью-Йорке. Но все-таки главным предметом ее трепетной заботы является отечественная культура, которая уже давно переживает не лучшие свои времена. Еще в 1997-м Казарновская учредила свой фонд поддержки российской оперы, позже участвовала и в других благотворительных проектах. И вот еще один, направленный на содействие творческому образованию, стартовал в столице Карачаева Черкесии. Я очень благодарна и главе республики, и Зурапа Мировичу, министру культуры, за то, что была проявлена такая инициатива. Сегодня непростое время, время очень сложное, в котором мы проживаем. И мне кажется, что это время собирать камни, потому что много было разбросано камней, особенно в области культуры. Потому что культура – это дух народа, это та душа общая, которая не имеет национальности. Сегодня я здесь не только для того, чтобы показать вам, как берутся какие-то ноты, или дать вам какие-то советы. А именно, я думаю, что вот этот большой амбициозный проект, который затеян в республике, важен не только для республики Карачаева Черкесия, он важен для всего Афгазского региона. В ходе мастер-класса Любовь Юрьевна давала персональные уроки не только учащимся вокальных отделений, но и их преподавателям. Педагоги внимали каждому слову и звуку оперной дивы. Я думаю, вы согласитесь со мной, что молодой человек, наш Мурадин, не поет на дыхании. Да. Значит, главные постулаты школы, что такое петь на дыхании? Это ощущать все свое тело, весь дыхательный процесс, который идет на обслуживание вашего темпера, выявление лучших качеств вашего темпера. Мурадин поет вот отсюда. А-а-а-а-а. Значит, чтобы зазвучать как инструмент, мы должны себе представить, что мы большой орган. А-а-а-а, а нет. А-а-а-а. Да? Чтобы заставить себя зазвучать, надо себя представлять действительно большим крупным инструментом. Настраивала живые инструменты Любовь Казарновская не только с помощью теории, но и буквально своими руками. Каждого обучаемого она муштровала минимум по полчаса, но за эти полчаса, используя базу, которую педагоги давали годами, поднимала исполнителя на совершенно другой уровень. Итогом занятия становились заслуженные аплодисменты обоим – ученику и учителю. Впрочем, и уже состоявшимся артистам было чему поучиться у Казарновской. От Казарновской мы слышим исправления, пожелания, указания. И самое главное, сам педагог своим примером показывает, что и как нужно. То есть идет обмен опытом, тем более это старшее поколение, они с таким советским, советская закалка, как в народе говорится. Мы должны это все впитывать. Помимо прошедшего мастер-класса, Любовь Казарновская посетила также недавно открывшуюся в Черкесске профессиональную студию звукозаписи, пообщалась с местными представителями академической музыки. Продолжение мероприятий, масштабной образовательной программы с участием оперной дивы планируется уже этим летом. Кроме того, проект предполагает совместные вокальные программы в рамках празднования столетия образования Карачаева Черкесской Республики. Еще более важно, это то, что у нее есть своя академия, которая в Москве и в других регионах учит молодежь, как нужно выходить на высокий уровень. Не только петь, но и как себя продвигать, как правильно зарабатывать своим голосом. Для нас, для Карачаева Черкесии это очень важно, но это также важно для всего Кавказа. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.